Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Слушайте, очень живо обсуждают мышей. Вот тут сирен пишет, сирена, ну золя наша, если вы будете как-то помечать выпущенных мышек, то точно будете знать, это они вернулись домой, или же их непойманные сородичи попадают в ловушку. Ну вот, я пишу, что мне осталось только их чипировать, следить по GPS и следить за популяцией. Местные коты надорвут животы от хохота. И вот научный подход требуется, да, кольцевать предлагает Надежда. Ой, ой, ёлы-палы. Валера пишет, мыши поели, сидят и рассуждают. А не покататься ли нам на докторе? Давайте хоть какая-нибудь развлекуха. Так, насчёт солевого раствора. Многие пишут, что пытаются, значит, ну не пытаются, а промывают физраствором, да. Ребят, там очень слабая, не температура, концентрация соли, так что туда ещё сверху ложку соли, хорошо. Ладно, ой, много-много, опять про мышей, про мышей, ладно. Посмотрим, надо сходить проверить, кстати. Я с утра опять зарядил, ну как зарядил, опустил вот эту дверцу входную. Ну вот они туда лезут зачем-то, не знаю зачем. Так, что тут ещё? А, вот, Леон задаёт вопрос. Доктор Влад, у меня возник вопрос. Почему после обеда спать хочется, а после ужина нет? Вот я пообещал, что адресую этот вопрос нашим слушателям, нашим зрителям. Правда, действительно, после обеда глаза закрываются, а после ужина наоборот. Хм, странно, да? В районе турецкого Измира произошло землетрясение, ребята, есть жертвы. В Турции 6,6 – это много, магнитуда, да? Его эпицентр находится в Эгегейском море, сообщили в местном агентстве по чрезвычайным ситуациям. Ах, 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 пострадали жилые дома и отели, в которые находились люди. В городском районе Борного рухнуло четырёхэтажное здание. С ума сойти, с ума сойти. Измир – это третий по величине мегаполис Турции, большой город. Так вот. Раньше Макдональдс не закрывали. Джим Роджерс, ну это какой-то американский богач инвестор. Джим Роджерс о глубине коронокризиса. Да, да, ребята, вот действительно, он назвал этот кризис, COVID-19, самым худшим из тех, что он видел в своей жизни. А он не молодой, вот совсем даже не молодой. На ёлы пал. Реакция стала хуже самой пандемии, и это верно. И это вот точно, да. Психоз, психоз нагнетается. Донбасс может объявить о капитуляции и готов вернуться в состав Украины. Врут, не врут, вечерний курьер какой-то, да? Да, это русский сайт, да, российский. Власти самопровозглашённых Донецкой и Луганской народной республики рассматривают возможность возвращения в состав Украины. Хммм. Об этом пишет Авиапрос, ссылаясь на российский информационный ресурс «Репортер». Предварительное условие возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины уже рассматривалось в ходе заседания контактной группы. И в ближайшее время этот вопрос будет поработан более тщательно. Ну, ёлы-палые. Т-т-т. К этому решению самопровозглашённые республики могли подтолкнуть планы Киева провести масштабную операцию по возвращению под свой контроль тех территорий, бои за которых идут, по сути, с 2014 года. И дальше фразочка «бжжжжж». В случае, если Киев получит поддержку Анкары – это Турция. У ДНР и ЛНР не хватит ресурсов выставить в таком противостоянии. Прикиньте, да? Вот это номер. Эрдоган собирает. Ну, опять Эрдоган и Путин. Эрдоган и Путин, по сути дела. Кто там на ДНР и ЛНР? Ну, конечно, Путин, да? Вот интересная новость. Так, Добровинский обжалует решение о лишении его статуса адвоката. Ну, короче, и Пашаева, и Добровинского лишили статуса адвоката. Ничего себе суд был, да? Нифига себе. Ефремов отказался ехать в Чувашскую колонию из-за проблем со здоровьем. Вагон очень холодный, стоянки в разных пунктах долгие. Нифига, вот так вот, да? Не, он отказался. Не, не хочет. У него имеются хронические заболевания, которые могут усугубить холода. Ефремов хочет отбывать наказание в хозотряде столичного СИЗО. Да прямо в Макдональдсе можно договориться, там какую-нибудь клеточку сделать, будет сидеть. Ну, вообще странно, да? Там лучше условия, чем в колонии. Да неужели? Конечно. Ой-ой-ой. В хозотряде осуждённые живут не в камерах, а в комнатах. Они имеют право на ежевечерние звонки, разрешены свидания с родными. Нифига себе. По словам Литвинович, ну, этот, кто написал статью, да? Почти 100% работающих в хозотряде освобождаются условно-досрочно. По её мнению, и Ефремов выйдет раньше. Да, конечно, раньше. Есть прекрасный зал, культурные мероприятия, он может выступать перед публикой. Да, вот это да. Джигурда заявил, что после смертельного ДТП в автомобиле не было отпечатков Ефремова. Чшшшш, Джигурда никак не успокоится. Ой-ой-ой. Автором разоблачительной книги о Трампе, изданной анонимно в 2018 году, оказался экс-глава аппарата МВБ. Как бы, знаешь, что такое МВБ? Ну, в общем, вот так. Какая-то книга вышла, сейчас у меня тут подробнее есть. Келли Макинонни какой-то, пресс-секретарь Белого дома, назвала Майлза Теллора недовольным бывшим сотрудником низшего звена. А, вот так вот. Так. Министерством внутренней безопасности, оказывается, он был. И он, значит, был автором скандальной статьи в газете New York Times, содержавшей признание в фактическом саботаже ряда решений американского лидера частью его администрации. Да, ему там документы, типа, какие-то не подкладывали, и, в общем, помалкивали, да? Чш-хе-хе, вот это номер. Ладно, смотрим дальше. В Кремле призвали регионы поставить в приоритет размер зарплат медиков. И мы все знаем этого медика. Я уже говорил, главный врач, главная старшая медсестра, там, да-да-да-да-да, все вот, они будут получать. А эти врачи, да умойтесь. Чш-ш-ш-ш. Усманов дал Сардинии денег на борьбу с коронавирусом. Российский миллиардер пожертвовал властям острова, на котором часто и подолгу живет, 500 тысяч евро, назвав это скромным вкладом. Офигеть, да, Усманов? А-а-а, вот это да, вот это номер. Один из самых богатых людей России. И теперь как уже говорить? Сардинии, да, не России? Навальный рассказал, когда вернется в Россию. Ну, в общем, как только, так сразу. Да, восстановление, восстанавливается, мужик, восстанавливается. Почему в тюрьме не матеряться? Выскочило что-то такое, а меня заинтересовало, да. Казалось бы, да, вот в тюрьмах-то должны материться, но нет, ребята. Нецезурная литика имеет практически один и тот же корень, обозначающий плавые органы или процессы. В тюрьме материться не стоит. Заключенные трепетно относятся к этим замечаниям. И поэтому они могут себе просто вообразить, что это на их счет, да. И дальше будут неприятности. Это первое. И второе, все они находятся под надзором сотрудников правоохранительных органов, а те могут принять мат как обращение к себе, а за оскорбление должностного лица и так далее. Просто интересно. Лукашенко, о, ребята, Лукашенко пригрозил протестующим решительными действиями. Смотрите, что он говорит, а. Так, мы в плен никого не берём. Если кто-то прикоснётся к военнослужащему, я уже замечание делал генералам, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше всё. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Вот это нифига себе. Силовикам стоит применять летальное огнестрельное оружие, поскольку страна находится в состоянии войны. Это Лукашенко так говорит. Мда уж. Кремль заявил о нехватке врачей на фоне пандемии. Можно мне? Можно мне? Вот я уехал из России. Почему? Да потому что это Россия. Всё. Да, я врач, в смысле. Первые страны Евросоюза захотела купить российскую вакцину от коронавируса. Венгрия стала первой страной. А не помните танки, да? Танки не помнят в Венгрии. Ну, конечно. Российские, ну, СССР. Свердловские власти считают, что установка экранов в такси не вызовет транспортный коллапс. Несколько водителей 30 октября припарковали автомобиль на центральной площади Екатеринбурга в знак протеста против этой меры. Хотят это. Экраны в такси ставить, да? Переоборудовать. Ну, это денег стоит, ребята. Это денег стоит. Так. Кремль назвал условия для ввода миротворцев в Карабах. Только согласие обеих сторон. Ну, это Песков сказал. Ну, это ясно. Хабиб подверг жёсткой критике президента Франции. Он там матерился, он гадостик говорил. Ну, ребят, он отбитый. Он отбитый на всю голову. Ещё и с Путиным встречался. Это значит, дважды отбитый. Понятно, да? Хабиб Нурмагамедов на своей странице в Инстаграме в резких выражениях оскорбил президента Франции Эммануэля Макрона. Вот такие дела. В РБК из аптек страны пропал применяемый при коронавирусе препарат. Какой препарат? Эноксапарин натрия. Эноксапарин натрия. А, оно, это вещество входит в состав препаратов, выпускаемых под разными торговыми марками. Клексан, Клиникс, Анфибра и так далее. В общем, всё. Упаль, упаль. Упаль, очнулся, гипс. Умер дирижёр Александр Ведерников. Даже я его знаю, ребята. Я хотя не особо так музыковед. Вырасти, 56 лет. Тут написано, подчина смерти дирижёра не уточняется. И Анатас, прям так вот написали. Дирижёр Александр Ведерников умер от коронавируса. 56 лет, а? Пацан. Пацан. Жалко. Жалко, да. В США почти 80 миллионов человек досрочно проголосовали на выборах. Ребят, 3 числа будет пусто. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших, или отдавших, да, свой голос на выборах, стала Калифорния, где проголосовали уже почти 8,5 миллионов американцев. Нормалёк, Нормалёк. Калифорния, Техас, Флорида, Северная Каролина. Ха-ха-ха. Чё это будет? Чё это будет? Число жертв урагана Дзета в США выросло до 6. Ну, это чё? Опять Луизиана, да? There is a house in your lane. They call the riding sun. РКН потребовал от Твиттер снять ограничения по репортажу РТ о выборах в США. Russia Today на Твиттере. Так вот. И готово. Так и надо. Мегафон инвестирует 6 миллиардов рублей в создание спутниковой системы. Шшшш. Спутники будут, спутники летать. Да. Испытания будут проходить в космосе и на Земле. Да чё-то я не верю в это, ребята. Московская биржа подготовилась к отрицательным ценам на нефть. Вот я этого никак не могу понять, как может быть цена на нефть отрицательная. Ну, вот чё-то они как-то тут объясняют. Я объяснение прочитал, ещё больше не понял. Но самое главное, что нефть упала до 36 долларов. Вчера было 37. Так, опять впереди планеты всей. Майкл Бом, независимый американский журналист на эхе Москвы. И чё он говорит? Вот насчёт вакцины, ребята. Ну, насчёт российской вакцины. Ребята, должен быть третий этап, понимаете? И на третьем этапе должны порядка 40 тысяч добровольцев, добровольцев должны были на них попробовать. А Путин делает после второго этапа всё, у нас всё готово. Оно не готово, понимаете? Не готово, всё. Ох, ёлы-палы, ну ладно. 12-летнего подростка убило током на трансформаторной будке в хуторе Лагутники. А где ж такой хутор-то? В Волгодонск. Чёрт возьми, полезли мальчишки. Одного треснуло, убежал, а второго вот и всё. Как нехорошо. В Энгельсе Саратской области на 17-летнюю студентку напал насильник по дороге в колледж. Насильнику 55 лет. Ого. Вот вам Энгельс. Сломал ребра топором. Нет, надо прочитать. Гражданин 78-го года рождения, ранее судимый, на момент преступления неработающий, находился в летней кухне со своей знакомой, которая разделяла его взгляды на жизнь. Женщина с 72-го года также не работала и была судима. В какой-то момент между единомышленниками возникла ссора, в ходе которой мужчина взялся за топор и его обухом нанёс в область спины женщины неустановленное количество ударов. Вы всё поняли, да? Вот так вот я прочитал, как тут написано, а на самом деле результат – множественные переломы рёбер, левосторонний пневмоторакс слева. А разве бывает левосторонний пневмоторакс справа? Я что-то об этом не слышал никогда. Ну, пневмоторакс – это когда лёгкое пробивает, а там начинает труп-труп-труп-труп вот так вот клюпать. Ну, живая осталась, да. Кузбассовец с инвалидностью умер после суток в холле ковидной больницы. Вот он лежал там, собственно, не лежал, не знаю, сидел, да, провёл сутки в приёмном покое ковидного госпиталя без медицинской помощи. Ох, вы поняли, да? Твиттер. Это ещё не твиттер был. А вот это уже твиттер. У самозванца агония. Это про Лукашенко. Он публично призвал силовиков не брать пленных и применять самое жестокое насилие против населения. Врываться в дома, наносить увечья, делать людей инвалидами и не придерживаться законов. И автор пишет ему конец. Ну, ладно. Михаил Ефремов принял решение отбывать свой срок в комфортабельных условиях, в хозотряде, ну, в обозе, короче, да, в хозотряде при московском СИЗО, а не быть этапированным на зону. Миллионы заключённых по всей стране, двоеточие. А шо, так можно было? Ох, ёлы-палы. А можно было ещё и так. Вот комментарий. За пьяный ДТП с тремя погибшими. Предпринимательница из Петербурга получила 7 лет условно. Фонтанка Ру. Марина Золотова. Да, да, да. Беларусь закрыла границу с Литвой. Ну, не только с Литвой, с Латвией. Лукашенко распорядился отчислить протестующих студентов и не признавать дипломы, выданные за границей. В Северной Корее появился мем. Вы что, хотите, как в Беларуси? Ох, чёрт. Первая партия троллейбусов из Москвы прибывает в Томск в ноябре. Томск получит 40 списанных троллейбусов 2007-2012 года выпуска. Ранее Москва бесплатно отдала городу 5 старых трамваев. Первый вопрос. А плитку? Угу. Ёлы-палы. Иван Жданов, значит, на твиттере Кировский райсуд Томска, только что по отравлению Навального решил. Первое. Не возбуждать уголовное дело. Законно. В требовании обязать возбудить уголовное дело – отказать. И третье. В требовании обязать МВД возвратить вещи – отказать. Всё вы поняли? Да. Комментарий. Что за вспышка группового безумия в недрах системы правосудия? Логика отсутствует напрочь. Если нет оснований для возбуждения дела, почему чужие вещи-то не возвращаете? Официально крадёте? Абсурд ниже дна. Да, ребята, да. И Алексей Навальный. Прелесть какая? Это знаете на что? Миллиардер Алишер Усманов пожертвовал Сардинии полмиллиона евро, чтобы помочь итальянскому региону в борьбе с коронавирусом. Да. Ранее бизнесмен высказывал Форб, что у него с Италией особые отношения. Вот такие дела. В российской аптеке поступил в продажу набор самоспасатель Ковидника. В него входит градусник, пачка масок, орбидол, иконка «Спаси и сохрани» и ростовой чёрный пластиковый мешок на молнии. Вот такие дела. А как же кородуба и бояра? Ну, это, конечно, я понимаю, что это издевательство, тем не менее. И последнее. Ребят, всё-таки вот эту фотографию я сейчас опубликую. Памятник врачам, погибшим от коронавируса. Появился он в Калуге. Вы посмотрите. У меня всё на сегодня. Пока, до завтра, до субботы. С вами доктор Влад. Продолжение следует. Продолжение следует...